Порошенко о чествовании памяти киевского князя прослеживается целая гамма эмоций и ревность к России и давние грёзы о Европе. Страна, которой правил князь Владимир, названа средневековым европейским государством. И слово «европейское» в этой фразе, пожалуй, единственное, которое не вызывает возражений, в отличие от странного гибрида под названием «Русь-Украина». На самом деле, конечно, это всего лишь часть мифологии, которая не соответствует действительности. Сам князь Владимир Болчин удивился, если бы его назвали украинским князем. Слово «Украина» тогда использовалось исключительно в качестве обозначения пограничной территории, а термин «украинец» появился вообще в конце 19 века. Это понятие тогда взяли на вооружение украинские националисты, но с тех самых пор и не прекращаются попытки удлинить украинскую историю. Расцвет такого творчества наступил после обретения Киевом независимости. Вот цитата из учебника «История Украины» за седьмой класс. Под картинкой, изображающей первобытных украинцев у костра, говорится, древнейший период в истории украинского народа длился свыше 140 тысяч лет. И это еще не самое смелое утверждение. Ахилл где похоронен? Это Южная Украина. Мы все знаем, где Ахилл похоронен. Ахилл похоронен на острове Змеиной возле Одессы. Там стоял храм Ахиллеса. К своим соотечественникам украинский профессор Бебек причисляет еще и Будду и египетских христиан-коптов на том основании, что на Украине есть село Коптилово. А древняя Троя, по его мнению, стояла на берегу Днепра, дав название киевскому району Троещина. Впрочем, далеко не всегда подобные фантазии, лишь плод воспаленного воображения. Нередко это результат целенаправленной работы. Украинская история покоится на целой системе взаимосвязанных между собой мифов. Эти мифы имеют под собой политическую основу. То есть, благодаря системе мифологии создается не просто украинское государство, которое строится на определенной системе ценностей, но и создается нация. Мы знаем, что целая плеяда нынешних украинских президентов заявляла о том, что государство создали, теперь надо создавать украинцев. Основой украинского характера и должна была стать своя история со своими героями. Уже в 92-м на купюре в 10 гривен появляется портрет Мазепы. Но больше других на этом попричь отличился президент Ющенко. При нем героями Украины официально стали Бандера и Шухевич. А главным событием в истории, по сути, был признан Голодомор, в котором, по версии Киева, виновата, разумеется, Москва. В основном вся украинская мифология базируется на нескольких постулатах. Один постулат – это то, что украинцы – это не русские, и никакого отношения к русскому миру они не имеют. Второй постулат – это то, что русские всегда веками угнетали украинцев. Яснее всего эту идею выразил первый украинский президент Кучма в своей книге «Украина, не Россия». Правда, написана эта книга была почему-то по-русски, хотя сегодня украинские политики готовы опровергнуть даже этот факт. «Русского языка вообще не существует. Есть северный диалект украинского языка». И, судя по всему, не за горами тот день, когда свод законов князя Ярослава Мудрого под названием «Русская правда» в Киеве без малейшего стеснения переименуют в «Правду украинскую». Павел Краснов, Анна Пузанова, Лилия Зорина, Станислав Оплетин. Первый канал.